Это же просто спасёт мою жизнь. А с чего ты это взял? Чин-чин, пим-пим. Да всё, всё нормально. Такси, приходи туда. Я по горам ходила. Чём я занимаюсь? Нервов было потрачено. Если у вас есть брат, у папы костюм, который, ну, никто не носит. Безотходное потребление, девочки. Ну-ка, скажите, это костюм, который надевал мой брат в одиннадцатом классе на выпускной. Как раз вот эта полосочка немножко подблёскивает. Заниженная талия. Осталось только какой-нибудь ремешок прикупить. Это тоже нормально, но я хочу другой. С серебряной окантовочкой. Это, по-моему, даже итальянский какой-то бренд. Это что, прикол какой-то? Вчера 8 марта было. А сейчас снег. Проснулась. Прекрасная картина просто. Вчера слушала новый альбом Ариан Грандер. Честно говоря, мне понравились 2-3 песни. Просто у меня вкус немножко врагует. Ну, я нравилась песня, которая... We can be friends. Всем доброе утро. Наконец-таки. Правда, давно не записывала влоги. Для меня это уже выбилось из моей привычной системы координат. На улице не то, чтобы сказать, мягко говоря, не весна, но птицы поют, и солнце светит, а значит, скоро снег растает. Я вот на днях конкретно дрёпнулась на лёд. Хорошо, без особых последствий. Я отделалась одним синячком, но всё равно неприятно. Вчера заказала себе под влиянием весны новую сумку. Ну, крашусь. На улице солнышко. Я думаю, утром погулять где-то, сходить в новую пекарню. А в 3 часа у меня будет съёмка. Крашусь я, собственно. Одной рукой это неудобно делать, поэтому потом. Я готова к трудовой обороне. Сегодня у меня одна съёмка будет, трёхчасовая. А послезавтра будет две съёмки. Мне нужно будет с одной на другую побыстрее как-то добраться. С одного конца москвы на другой за час. Сегодня хотя бы на расслабоне таком небольшом. Обычно у меня всегда съёмки утром. В этот раз во второй половине дня. Такие дела. Всё. Я тут немножко решила поработать перед выходом. Смотрю сценарии. Вот. Но палить не буду. Такая вот у нас студия на сегодня. Бежала с одной съёмки на другую. Увезла такси. Такси приехали туда. Но я всё равно за 20 минут приехала. Мы снимали. Тут у нас студия. Все уже ушли, потому что мы закончили на полчаса раньше. Поэтому я здесь навожу порядок. Выключаю всё. Собираю вещи. И проваливаю. Хотя можно что-нибудь записать сейчас. Нам лень. Моё долгожданное сумочка мне пришла. Сейчас будем смотреть. Хоть бы она не помятая была бы. Давайте быстрее. Просто вспомнила, что я как бы снимать влог должна только в туалете. Просто у меня были две съёмки сегодня. Я чуть-чуть как-то устала. Решила записать вам мой лук-лучок. Сейчас пойду на встречу к подруге. Ну, к подруге. Как бы к моей бывшей одногруппнице. Мы давно не виделись. Три года. Такие дела. Но на улице суперпогода. Это не может не радовать. Кстати, мои новые цацки. Точнее, вот новые. Такие дела. Наступила весна. И мне захотелось делать кудри. Всякие вкладочки. Но обычной плойкой лень это делать, потому что это очень долго. У меня много волос. Это занимает полтора часа где-то. Поэтому я решила заказать себе кёрлер автоматический для кудрей. Вот, кстати, курьер едет. Будем тестить. Без понятия, честно говоря, как это всё работает. Как всегда, я не люблю использовать инструкцию. Коу. Не люблю изучать инструкции, но надо как бы по-другому. Положить эту прядь сюда. Мама. Это реально. Мне не придётся каждый раз крутить, блин, себе локоны. Это же просто спасёт мою жизнь. Гениально. Кудри прям очень клёвые. Всё, я буду ходить с укладками весной. Пока я тут всё собираю, хотела с вами немножко поболтать. Я, кстати, снимала видео новое. Я вообще планирую в ближайшее время уехать в Сочи, потому что хочется развеяться, хочется куда-то съездить. Куча работы, куча нервов было потрачено. Попался мне очень один такой клиент. Слушайте, я реально в восторге от этой плойки, которую я купила. Раньше я думала, что типа всё это фигня. Ну, типа не сравнится с обычной плойкой. Ребята, это не так. Такие же абсолютно кудри. Ну, единственное, что прям супердлинные волосы не получится, наверное, завить прям всем. Просто она всё делает за тебя. Да, лень — это мотивация к прогрессу. Плойка стоила не абы сколько, а восемь тысяч. Ну, это реально стоит своих денег. Там давно мы с мамой смотрели... Она меня подбила посмотреть сериал «Поющий в терновнике». Ребята, я столько слёз пролила. Я как бы вроде сильная натура, но меня очень легко можно заставить расплакаться. И я сама себя могу легко заставить расплакаться. То есть в этом плане из меня хорошая актриса будет. И когда я смотрю фильмы, я просто по щелчку могу заплакать реально. Просто какой-нибудь такой момент — и всё. Особенно мелодрама. У меня всё. Кто знает, я сладкоежка. Но вчера, когда я встречалась с своей подругой, ну, бывшей одногруппницей, она взяла десерт. Я всегда беру десерт в ресторанах почти. Особенно с подругами. Но тут я сдержалась, представляете? Это же победа. Но есть одна моя подруга. Дали себе прозвище. Партнёры по сладким преступлениям. То есть мы всегда вместе берём десерт и шерим его. Делюсь с вами простым и вкусным рецептом. Я в последнее время очень люблю резать вот так вот капусту, смазывать её трюфельным маслом. Вот этим. Люблю его. Немножко посыпаю сыром. И в духовку. И я прям, знаете, достаю, когда она не совсем прям распеклась, в плане супер мягкая становится, а когда она немножечко так поддалась жару. Была такая сочная, но чуть-чуть мягкая. Недоброе утро, потому что время уже без десяти одиннадцать. У меня сегодня съёмка, но она в три часа. На улице жара такая, что снег буквально за два дня растаял. То есть обычно ты ждёшь, когда же этот снег поскорее растает. Он тут просто за два дня хоп, и земля голая. Я собралась. Собственно, мой аутфит. Я не могу ничего больше надевать на съёмки, кроме джинсов, потому что я их сгибаю постоянно, потому что присаживаюсь и вообще не буду рассказывать, в каких позах я это снимаю и провожу съёмки. Поэтому мне удобнее так, пыталась юбку надеть. Я провела съёмку, гуляю и сейчас поеду домой. На улице шикарная погода. Я дома. И, конечно же, у меня там золотое яблоко. Мои масочки любимые. Мои дюйси, которые у меня есть в маленьком размере. Они мне понравились. Я уже давно ими пользуюсь. Они им до сих пор нравятся. И купила большой размер. И я уже в кровати. И поняла, что как-то я мало вообще делюсь с вами тем, чем я занимаюсь. И я снимаю только бэкстейджи. И толком не рассказываю, в чём именно заключается моя работа. У меня есть ещё один инстаграм. Инстаграм видеомейкера. Это рабочий аккаунт, собственно говоря, где вы можете увидеть мои работы и так далее. Я уже, наверное, рассказывала, но, может, кто-то не знает. Я снимаю ролики на камеру. Это в основном рилс для брендов. Не только рилс, но ещё и рекламные ролики я тоже снимаю. Брендов одежды. Я работала с брендом ЕДАИ, Мираторг. Я работала и работаю со Скиллфэктори. Я работаю с Леонардо, всеми известными. С многими брендами мебельными. И также с блогерами и экспертами. В основном это стилисты. Если вдруг вам нужны будут ролики креативные, потому что я в основном люблю и делаю ролики не как все. Я придумываю, заморачиваюсь с креативными сценариями. Я сейчас потихоньку уже пойду спать. Кринжевала. Когда посмотрела, постучить мою дверь в Москве. Потому что начала сравнивать с турецкой версией. Потом я отбросила это сравнение. И меня так затянуло этот сюжет, что я застала себя смотрящую этот сериал каждый день. Потому что выходит серия. Поднимает настроение. Иногда такие просто образы надевают на героиню, которая играет Сашу, вместо ИДЫ. Поменяйте, пожалуйста, стилиста. Потому что это капец. Когда увидел фотографию парня в Тиндере и потом пришла на свидание. 6 числа собираюсь поехать к бабушке. Встретиться со своей подругой. Думаю, что будет весело. Наконец-то увижу своего племянника. Через год. Купила книгу. На самом деле, мне порой сложно читать художественную литературу. Ну как, если она меня не заинтересует, конечно, я не буду её читать. Плюс художественной литературы в том, что буквально пару дней и твоя речь становится наполнена красками просто. И я вспомнила о том, что я взахлёб читала «Гордость и предубеждение» Джейн Устин и решила купить себе её же книгу. Одной из причин, почему я решила купить именно её, это просто её издание. Сейчас мы с вами вместе посмотрим. Открываемся. Запах, боже. Ну невозможно просто не прочитать. Здесь такая бумага толстая. Здесь такие красивые иллюстрации. Такой красивый шрифт. И, ну, это, конечно, гораздо приятнее будет читать. Ну это просто, это восторг. Это гораздо интереснее читать будет. Всё, я очень рада, буду читать. Ещё одна моя покупка — это ёршики. Потому что они помогают мне чистить межзубное пространство между имплантом и моими зубами. Слушайте, у меня такое настроение сразу суперское. И хочется что-то снимать, потому что я выгляжу как минимум хорошо из-за кудряшек. Как я снимаю кадр для своего нового трека, для сниппета, для видео. Короче, брызгаю ирригатором вот здесь, водой. Тут у меня камера, вот свет стоит. Просто я сейчас боюсь включать свет, потому что мне кажется, тут всё в брызгах из-за ирригатора. Не знаю, почему я решила именно им сделать. Не каким-нибудь пульверизатором. Нет. Я уже оббрызгала всю свою камеру. Надеюсь, что оно того стоило. Сегодня снимаем в этой локации. С погодой нам, как обычно, повезло. Дождь, ветер. Ну ладно. Зато хорошо рассеивается свет благодаря облакам. Посмотрите, какие у меня клёвые кудряшки на второй день. Нет. Или на третий день укладки. Просто обалдеть. И мне кажется, теперь буду постоянно делать кудряшки. Я не могу. Теперь мне очень нравится. Тут пакую свои вещички к бабушке. К подруге. Я там проведу пару дней. И потом еду в деревню уже к бабушке. Я была уверена, что у меня ничего не сломается. Но... Нам придёт и делать новый. Там реально снег идёт. 6 апреля. Я уже приехала. Людители поехали в деревню. А я поеду чуть-чуть попозже туда. Через пару дней. Такие дела. Идут приготовить вкуснейшие котлетки. Так что... Я не сказала, я иду сдавать кровь. И припёрлась под открытие в воскресенье в 8 утра, чтобы вы понимали. Думаю, сейчас я спокойно схожу, сдам кровь. И пойду завтракать. В воскресенье нет сдачи крови. И обидно. Придётся перестраивать свои планы. Ну ладно. Пойду в магазин схожу, что ли. Фу, забыла сказать. Сейчас я поеду на массаж. Потом, наверное, обратно вернусь. Накрашусь и встретимся с моей подругой. Вот такой план. Так необычно. Я вышла за 10 минут, потому что здесь всё близко. Сейчас такси ко мне приедет. Обычно, чтобы в Москве куда-то выехать мне, я за час выхожу. Я жаю, если не едет больше. Да. Блин, волосы, конечно, кайф. Просто ухватки вот этой. Точнее, тут волны остались. Уже 3 дня, наверное. Вы видите, да? У меня уже жирные волосы. Но я сейчас приближу их в вакуум. Будет хорошо. Это было прекрасно. И пойду гулять с подругой. Мне надо привести себя в порядок. Немножко. Боу. Такие дела. И не скажешь, что этой укладке уже 3 дня. Смотрите, какая волна красивая. И вот он стрибут. Так, смотри. Один розовый. Она была в блоге. Александра. Здравствуйте. Здравствуйте. Это я? Засветилась в моем блоге. И та самая, Саша, про которую всегда говорим. Мы будем пробовать школу. Но мне проще, короче, вот так снимать. Давай твой чай где-нибудь поставить. Это сейчас все. Короче, мы купили калибол. Еще какую-то, Сашу, карамель. У меня пока на красивую, скажи. У меня... Ну, ам... Можно эту штуку снять. Тут у меня шоколад, какая-то конфета с бродинским хлебом. Саша говорит, что за бед ты купила? Да? Такого не было. Как можно бродинский хлеб? Мне нравится сочетание шоколада, бродинский хлеб. Ну, давай пробовать ты первая. Ну, открывай. Мы твоего и начнем пробовать. Блин, а мне сутки так низвозюкаемся. А ты такой же брала вроде, нет? Ну, что ты брала? У меня что-то вторюшку хочешь сказать мне? Покажи свое. Ну, вообще-то... Это ты взяла с такой пакет, а у меня... Ю. Целый пакет. Что? Все разбилось. В смысле? Снил. Не лазит, крышечка. Ну, крышечка... Смотри, как он встал. Тут какой-то движ, как вы можете обратить внимание. Это все потому, что мы здесь сидим. Давай, даже покажи свои слависти. По вашим московским меркам, это Арбат. Я, кстати, Арбат еще буду любила. Или Никорская стрит. Ну, как ты... Он старый просто такой. Ты ходи по-новому. Так. Ну, давай. Я хотела уже карамель по поводу. Не оставляешь все доставать. На вкус, не вкусно. На запах. На запах. Не, они натуральненько пахнут. Ну, поэтому я сказала. Она соленая или обычная? Соленая. Я обычную не хочу. Соленую я люблю. Ну, как? Я раньше делала карамель дома. Это очень похоже. Вкусно. Очень натуральная, непритерная такая. Блин, тебе придется такую же купить. У меня мама любит такие штуки, кстати. Но когда я приеду, там у меня будут ждать пироги от бабушки, наверное. Обычные. Поэтому я на время своей поездки отказалась от своих ПП взглядов. Все карамельное. Не кажется, что мы могу пить? Поелись. Нет, мне так не кажется. Нет, мне так не кажется. А с чего ты это взял? А мы в смысле? А что мы? Мы поели ничего вообще. Салат, вареники, грязи. Это я много поела, еще десерт пила. Нет, не сильно пахнет. Так, давай. Ты первая? Да. Вот, у меня такой же. Да, мне кажется, он одинаковый. А вот те у нас разные. Вот, видите? Или ты карамельный. Поставь, поставь мне вторую порой сюда. Или ты карамельный порой сюда. Нет. Чин-чин. Пипи. У меня вкусно. У меня тоже. Пахнет так же. Ой, он какой-то покорябанный. Ну как? Ты мне даешь кушать? Сейчас такая кусаю и все. Там сначала... Ой, Саша, я кушаю. Сначала не чувствуется, а потом он раскрывается прям. Нет, сразу чувствуется. А потом тоже. Да. После вкуса вкусно. Блин, прикольно. Очень сладко. Нет. А вот это я не понимаю, она тоже была с карамелью. Это, наверное, молочный шкаф. А тот какой? А тот не молочный. Может, белый? Нет. Я бы не взяла белый. У меня сфоткана... Я бы не взяла белый. У меня сфоткана... Я сфоткантировала витрину, можно потом посмотреть. Кого ты обманываешь? Мы все равно туда еще один раз едем. Мы еще пойдем в кино. Не поняла. Побольше отгрызи. Я сейчас отгрызу. Ты знаешь, как я могу отгрызнуть? Мельного я тут не чувствую. Он на вкус как пряник. Что-то есть. Ну, кстати, вкусный. Нет, вкусный, но... Ну, как печенька. Ну, средний мне больше понравился. Мне первые два больше понравились. Мне обычно малыш не понравился. Я еще хочу попробовать Руби, который красный. Это что значит? Это значит, что мы возвращаемся. Ты же сама только что сказала. Это бородинский хлеб. Его шоколад. У них сегодня подло все. Чтобы вы понимали, я только что чуть не пролила чай. А потом... Ты его пролила, когда в кофейне стояла. А потом я ударилась об лампу, когда вставала. Было что-то. Ладно. Это конфетка вкусно-бородинского хлеба. Всех лет. Это не бородинский хлеб. Пошли сдадим. Половину стоимости отдам. Ну, хочешь вкуснее? Не знаю, мне кажется, тебе не понравится. Зачем тогда мне кусать? Не, попробую. Если понравится, можешь бы не ешь. Тебе не кажется, что тут что-то алкогольное? Да, кажется. Ну, оно нормально. Потому что я ожидала в другом. Знаешь, что тут есть? Это такая специя, которая есть в бородинском хлебе. Тмин, не тмин, но что-то такое они туда положили. Кряндер обычно что-то такое. Но когда я пробовала в этом, в другой кофейне там прям бородинским хлебом сильно надавала. Я пробовала горячий шоколад со вкусом бородинского хлеба. Это очень чеснова. Что ты можешь за эту шоколаду? Вообще нет. Моя вообще нет. Вообще еще по одной. Мы три раза спустились вверх-вниз, потому что сначала мы покупали, точнее брали зарядку. Потом совершенно уже было что-то в летуале. А сейчас оказывается, что воду забыла, блин, в летуале. Ну, сейчас если она не там... Она мне нужна срочно. Я сказала, она там. Родимая. А как нужно было? Сейчас проходим, на наших местах уже сидят. Бизнес-класс. Не притворяйся. Я видела, что ты живой. Едем на море за самой лучшей мерегруппой. Ужин по расписанию. Это ж скунс. Финкс. Очень осторожно. Как мы будем это делать? Тут у нас 100 рублей дешевле. Нет, я плачу. Тупли же мечу. Я фонка чу. Я коснулась. Улыбнулась. Улыбнись ему. Может, он не видит твоих намерений. Надо и петь. Это чё? Чей на засад. Нет, ты риснин или нет? Да, это один риснин. Нормально? Всё. Это жизнь же. У-у-у. Другая заставит. Олен. Давай, всё, с нами нормально. Для утра переснимать. С нами по-человечески. Давай. Давай. А как это? О, не надо. Что за хомяки? Ну, это наоборот круто. Нет, мне не нравится. Ну ладно. А где я? Кажется, мы оставляем это. Оставляй, мне нравится. Да нет. Класс, я привидение. Иди сюда, чувак. Кто это такой? Вот скажи, кому нужны обычные фотки? Мне. А мне нет. Мне нравится. Человеческого формата. Креатив. Ребята, они были модельными. Модельными. Ой, это было весело. Завтра, не знаю, какие планы, наверное, погуляю, где-нибудь посижу. Я готова. Я собралась пойти позавтракать в одно здесь классное место. И, собственно, да, лень мне готовить. Пойду позавтракаю, попью кофе. И пойду пошоплюсь, погуляю, не знаю. Нет определенного никакого плана, поэтому... Импровизированная причесочка. Вчера голову, кстати, помолвала не надо. Вот. Такой у меня лучок. Такого. Такого. Субтитры сделал DimaTorzok Пойду домой, наверное Вот это я погуляла сегодня, у меня же ноги устали Я не смогла удержаться и не взять Это книга для того, чтобы записывать свои рецепты А у меня есть проверенные рецепты, но они все равно в ссылках путаются у меня в телефоне Я их теряю, потом вымеряю определенную граммовку, пропорции Все равно забывается это Мне кажется, это будет очень красиво, классно Смотрите, тут отдельные есть разделы, салаты, закуски, супы У меня в основном это будут торты Я купила колготки, вот с такой вот разлиновкой, таким принтом на осень Осень, весну, простите Купила такие носочки красивые, кудрявые И что это? А, это высокие гетры под лоферы Доброе утро Я уже опять намылилась Я поеду У меня уже, в принципе, все варианты развлечений закончились Поэтому я поеду просто в кафе посидеть, кофе попить, поработать Взяла с собой ноутбук И после обеда мы уже поедем в деревню Ребята, всем привет Вы это слышите? Кайф Наигралась, набегалась со своим племянником Теперь пусть играет с остальными Какой свежий воздух, это просто... Как мне этого поля не хватало Это же просто... С ним очень много связано Я очень любила всегда по нему ходить, думать, петь, кататься на велосипеде Сейчас пойду в баню Все, пока Наконец-то тут интернет хотя бы работает И я не отрезана от связи Могу писать по работе, что-то делать Хотя не хотелось, на самом деле Хотелось просто отдохнуть от всего От всех звонков, телеграммов Я тут сижу На своем любимом месте Где я любила делать пикники в детстве Потому что здесь такой пригорчик И открывается вид на все поле Утром такой густой туман был Я уже, знаете, подумала Надо было взять камеру И поснимать в этой локации Правда, он уже рассеялся сейчас туманно Было бы очень классным Когда ты уезжаешь И тут как бы связь есть В одном месте можно ловить ЛТЕ Но как только ты уезжаешь Ты всем резко становишься нужна И все тебе пишут, пишут, что-то им надо от тебя Я, мне кажется, во время этой поездки Научилась Отбрасывать все И вот, знаете, отвечать Не так, вы знаете, секундно А писать, что я в отъезде Отвечу позже Потому что иначе Меня захлестнет эта волна работы И я просто не смогу Провести тут остаток времени Нормально, как я планировала Очень много сладкого Очень много мучного Поэтому, чтобы этот жирок не завязался Я вот пошла гулять Извините за мою одышку Я по горам ходила По склонам Чисто, вы знаете Отрезаться от вот этой вот городской суеты Ходить в деревенской одежде Гулять по лужам Заземлиться Это лучшая вообще терапия Вот эта грань Нужно ее выстраивать реально И просто, когда приходит новый клиент Говорить Я после 11 не отвечаю Все Все Считайте, что это вот рабочий день Как в офисе Ну, ладно Мы недавно обсуждали с моей подругой То, что в офисе Что на фрилансе есть свои плюсы и минусы И есть люди, которые Учитывая все плюсы фриланса Они не могут на фрилансе работать Потому что это нужна самодисциплина Как минимум То, когда ты дома У тебя постоянно работа В офисе Ты работу оставляешь в офисе Приезжаешь домой И уже работы нет Ты про нее забываешь Оставляешь ее в офисе На фрилансе такого нет Но Я человек, который Очень любит свободу Для меня фриланс Это идеальный вариант С бабушкой обсуждаю Она говорит Что у тебя отпуск Я говорю Да Я не буду ей объяснять Что такое фриланс Почему я не работаю в офисе Она этого не поймет Потому что она, по-моему, даже думает Что я работаю По специальности В финансовой части В офисе Сижу И считаю цифры Но ей не обязательно знать Что я хожу с камерой Не сижу в офисе Ей так будет спокойнее Вспомнила Что у меня куча материала Для влога Когда я буду ехать домой Наверное, я буду Его разбирать в дороге Потому что там Столько накопилось И это все нужно объединить Наверное, будет длинный влог Во вторую очередь Снимаю их для себя Потому что Блин, круто же Потом окунуться В то время Когда тебе было Вот столько-то лет И узнать Как проходили Твои рабочие будни Чем ты занималась Как ты выглядела Это же интересно Скажите Какие-то моменты Посмотреть Потому что Я очень благодарна себе Что я снимала влог С этого С Европы Потому что Я могу посмотреть Все свои впечатления Посмотреть Все, как это было Грубо говоря Своими же глазами Прям вот В картинке